Продолжение следует... В Париже, где мы были, в Лиссабоне. Она плывет выше всех, красавица наша. Но я восхищен просто, я люблю, поэтому так говорю. А другие-то на нее смотреть не будут. Кого там российская-то холымага такая? Для меня она дорогая. Мы проехали 105 тысяч километров за 6,5 месяцев, в течение трех лет. 107 уже. 107. Вот поэтому я в ней сплю. Они когда нас принимают, наши знакомые во Франции, где мы бывали, в Германии, в Афинах, мои братья ночуют в комнате, а я из нее не вылажу. Я там с собакой нахожусь. У меня собака, и собака непростая. Восточно-европейская овчарка, чемпион России по защитной корольной службе. С золотой медалью. Нам просто интересно увидеть. Вот отремонтируют. Мы до места доедем, другим расскажем, какие люди хорошие, как работают. Это пример. Ничего не делай, ничего нет. Ну давай, запейся, ляжь под забор и помирай. Мы христиане. За нас Христос умер. И мы должны жить другой жизнью. Чистая, красивая, интересная. Я возражаю такую мысль. Азартно. Азартно, то есть, одну работу сделал, хватает другую. Как вот мы новую деревню строим. Там работа на работу наползает. Вот даже подошел сейчас этот начальник и в столовую приглашает. Такого еще не было нигде. Ну, конечно, приятно. Я не пошел, но приятно. Это, видимо, там главный конструктор, инженер. Позвонили где. Ну вот так. Вот где мы находимся сегодня. Это Нижний Новгород. Вот посмотри, какой большой сервисный пункт. А там вроде охранница. Вон, посмотри, Виктор. Там что-то написано. А, ну это не то. Вот. Мы говорим, мы ваши менеджеры нештатные. Проехали по всему миру и показали. И люди, главное, я говорю, Россия, Россия. Они не понимают. Я говорю, Путин. Путин понимает. Газель понимает. Вот такая штука. Мы еще до дома не доехали. Я говорю, в летние месяцы мы 2-3 месяца работаем. Третий год это 6,5 месяцев. 107 тысяч. Ну понятно, что если бы она была негодная, 107 тысяч она не прошла. Тем более по таким дорогам ехали, где ни одна машина не пройдет. Там пески. Где-то едем по тайге. Ну просто мы столько паромами плыли. По рекам, по морям. Вот мы горнулись. Мы в России. Домой приедем. Я упаду, наверное, на землю и поцелую ее. Насколько Господь милостив к нам, что мы вернулись. За границей, конечно, другой порядок. Все хорошо. Но я туда не поеду. И другим скажу. Любите Россию, какая она есть. Потому что все решетками загорожено. В лес не зайдешь. На травке не полежишь. В озере не искупаешься. Зачем мне это нужно? Да, чисто. А как не чисто? Никого не пускают туда. А мы зашли тут захламлено по колено мусору. Но через мусор я переберусь там метров сто. Ну а дальше уже нормально идет. Я могу свалку обойти какую. Конечно. Порядок там любят. Это мы видели. Ну и деньги любят. Сгладят. Будь здоров. По нашему, если по рублям, то там стоит где-то 85 рублей примерно литр бензина. Вот так-то. А мы-то деньги здесь обменивали. Евро-то наши рубли. Опять же, у меня пенсия 5,5 тысяч. У меня вообще ничего нет. И поэтому, ну кто-то помогал. Мы делаем для Бога это. Не для себя. И поэтому, ну, рассуждения наши с рассуждениями, кто слушает, не сойдут. Люди, что вы говорите, что вы имеете. Ну вот и посмотри, какие мы есть. Вот проехали. Все налицо. Благословен Господь. Слава Ему. Альвуя. Ну и посмотрим, что с нашей газелькой тут делают. Вот ее подняли. Подняли. На полтора метра от пола. И там уже работает с коробкой передачи. Ну и что тут, когда бывает, загонят, а там машины. Территория вся забита машинами. Нам бы в очереди не дождаться. Но это главное заводское начальство. Конструкция главная. Вот какие здесь машины. И газельки, и иномарки. Сервисный центр. Все так. Слава тебе, Боже. Слава тебе. Слава тебе. За три. А потом посоветовали, значит, там, Карстхам в Швеции. Порт в Хлайпеду. Недалекую. А он в Испании. Он там оттуда нас начал руководить. Его когда-то прислали, туда отремонтировали. Мы пошли. И только ехать. Вот мы должны были вчера пойти сейчас еще на Мурманск. А к Баренцевому морю мы черное, но еще по Турции с той стороны прошли. Мы в каждой библиотеке оставляем разные журналы, визитки. Мы можем по-другому жить, если мы во Христе. Но обнаружен был недостаток. Мы побоялись просто не доехать. И мы три раза меняли маршрут из-за поломов. В первую очередь Бельгию с Нидерландами оставили. Когда зашли в Осло и идти, пошли, она дорогу забарахнула. И мы на Бельгии оставили, сразу поедали. Ну, такое предпринимательное это. Представьте, я в Тихо-Океанах находил. Вообще. Где ваша голова? В Боге. Я с Богом. Я поэтому, ну, в жизни слишком много пережил и знаю, что с Богом все переносится и на душе радость. У меня врагов нет. То есть они враги. Есть, но они мне не враги, потому что я за них благодарю Бога. Зачем нас сегодня Бог загнал в этот сервис? Ребята, молимся. Видите, ваша встреча, поскольку визит и так далее. Кому-то дадите. Люди зайдут, люди могут обрести для себя совершенно новое. Неслыханное. Вот на форуме это 1700-500 тем. Тем. Вы любую тему в поискове заведите только. Это чудо Божье. Это все делает Христос. Для меня Христос, это не просто, ну, слово какое-то, это живой воскреший, который нас воскресит после смерти. Который умер за нас. И мы людям говорим о Христе воскрешен. Нам говорят, а где вы были раньше? Ну, тут сектанты, баптисты, яговисты все идут. Патриарх Кирилл говорит, проспали, проще сказать. Он проехал в Дальний Восток и говорит, состояние в церкви духовное разваливание. Так я говорю, ему показали не худшее. Казалось бы, ничего нельзя сделать, это неправда. Я говорю, мы еще ничего не делали. А начинаем делать, вот откуда вы взялись. Видите как, не думали вы, что инженер сойдет вниз, там не дают фотографироваться. Главный конструктор, который распространитель ваших машин, они там шикерово сошли. Мы не ожидали, это, сюда позвонили, тут встретили. Мы не пошли в столовую, они нам коробку привезли, накормили, напоили. А Нижнем Новгороде молва пойдет очень далеко. Но отношения по-разному. Мы за границей встречали, ну, разное. Ну, смотри, сподлобие, другое, это Путина, дымноват там такой. Нам не Путина ругать надо, а молиться, чтобы он поступал правильно. По-божеству. Спасибо вам, удачи вам с дороги. Ваши данные в Mail.ru есть у вас, чтобы нам связаться с вами? Mail.ru там, посмотрите. Я в Mail.ru работать буду, в октябре приеду, когда. Газету эту, в электронной версии найти. У меня есть это... Где ваш материал этот найдем мы? А вы нам написать можете? Да. Почту я вам напишу свою. А вы мне тогда напишите, я просто почтовый адрес напишу. Да, ну, вот, мы найдем этот материал. Мы познакомились с новыми людьми. Мы не знали еще утром, что в Нижнем Огороде нас так встретят. Вот, и понятно, что это от Бога. Да, мы тоже не знали, что люди на наших машинах такие интересные путешествия совершают. И такие благие дела. Неожиданно, да, что на газельке столько проехали? И в таких местах интересно. 117 тысяч километров. 107, 107. А так, бумага для нас? Нет, это для вас, да. Вы где-то для себя запишите данные эти. Я сейчас дам бумажку. Не, не, я запомнил 107 тысяч. За сколько? Лучше запишите. Летом мы только ездим, зимой она стоит, отдыхает. У нас летние миссионерские поездки. Так, я ей телефон написал и адрес этого собачки. Телефон сотовый ваш, да? За три летних сезона. Да, это лишь 20 лет. Ну, хорошо. Ну, мой телефон есть у вас, если что. Да. И mail.ru от Игнатиховича. Так что мы свяжемся. За три летних сезона, 12, 13, 14 год, за три. За три летних сезона. Мы проработали 6,5 месяцев. В общем, сложительность этой рекламы. 6,5 месяцев. Прошли 360, 375, 375 примерно. 375 городов и районных центров. Прошли от находки в Владивосток до Португалии. Лиссабон, где там, сейчас оттуда идем. Значит, это Италия, Афина, Греция. Дальше, Скандинавия и Прибалтика. Турция. Это уже не Шенген. Германия. Азербайджан, Армения. Это все. Все прошли Азербайджан. И 6 мусульманских республик. 117 тысяч километров. 107. Если бы это поломка, вообще бы было все нормально. 107. 107, да. 107 тысяч, это за 6 месяцев. Абсолютно. Не просто так. Ну вот, которые данные сказать им. Мы дарим книги. 38 моих книг. 38 книг, которые я издал. Вот только за 2 года, чтобы понятно было, что это за 2 года, мы подарили за 2 года на 7 миллионов 150 тысяч. За 2 года. За 2 летний период. И мы это делаем с радостью. Спрашивают, зачем делать? У нас один ответ. Наш лобник, запишите здесь. Россия должна встать. Это главный наш лобник. В лагере, начальник детского лагеря, организатор. Мы тысячи детей подняли без помощи государству. А где логик там на Алтае? Это все там найдете. Да, на Алтае, там на сайте найдете все. Россия должна встать. И дети скандируют. Россия-это мы. Вот такие вот посадят. Надо просто видеть. Это фильмы снятые. Фильм предчувствован. Первое место. Она Тихон говорит, Россия должна встать. А они, в ответ, Россия сама. Свердловская киностудия документальных фильмов о православии. Причувствие. Первое место на международном киноконкурсе в Югославии. А второй фильм, Златоуст из Потеряевки. Это мое прозвище и деревню, которую строим, Потеряевки. Златоуст из Потеряевки. Это первое место в России. То есть это не наша оценка. Там были епископы, профессора ГИКа. Люди видят, что именно это нам необходимо сегодня в стране. Без самоотдачи ничего не сделать. На кровати лежать диванное христианство московское не поможет. Хорошо, ладно. Спасибо. Русский дом номер третий. Запишите себе. Посмотрите. Русский дом. Зарядите просто в интернете. Русский дом номер третий, четырнадцатый год. И в конце статья. Мы очень рады, что встретились с вами. Спасибо. Пошли. Удачи вам. Храни вас Господь. Воскользовать-то. Павел. Павел. У меня брат родной Павел. А вас Михаил? Михаил. Как англичане говорят, год бросил. Бог да благословит вас. Я не священник, а брат у меня попередит. Удачи вам. Все, удачи. С Богом. Ваши материалы мы постараемся найти. Да, мы при... Хорошо. Это корреспонденты из газеты «Автор». Это «АвтоВАЗ» или как-то не назвали газету сейчас? Это был. Вот видите, тоже и корреспонденты тут приехали, спрашивают. Ну, что мы можем сказать? Повторить только то, что есть. Если Господь подсюда подремонтирует, мы доедем. Я, например, это последний раз еду домой. Потому что я еще упираю на то, что, во-первых, далеко ехать. Сергею Козлову сейчас сказал, чтобы он искал христиан-волонтеров, которые взяли бы на себя наши книги распространить. Это 110 полных. Почти полных экземпляров по 36 килограмм. Это мы сделали бы за полтора месяца. Но мы расскажем, будет ли это возможно. Да нет. Прям фантастические планы. Оставить машину, купить новую. Не будет. Я уже не поеду. Повторяю, мне 76-й год. А отец мой 76 лет жил. Сейчас были корреспонденты местной заводской газеты, Павел и Михаил. Мы дали интервью, дали интервью. Мы просто подогласили. Ну и для них, конечно, такой рекламы не было. Представьте, от Владивостока до Португалии. Это мы, получается, за 6,5 месяцев, 3 сезона летних, прошли 107 тысяч километров. Ну и я ее называю белая лебедушка для меня. Я люблю, она освещенная. Батюшкой была, я в ней сплю. Если бы не это, мы же по пескам шли, там на севере, где она везде, как танк, вперед, о которой другие машины, вообще ни одна не проходит там. Она по ступицу, по самой утопает и идет. И машина застряк, какая была, мы ее подхватили, вытащили. Я говорю, реально, что то, что было, я видел. Ну, а что вот это полетело, там все. Тут, конечно, горем выхлебнули с этим. Я им сказал. Начальство говорит, что мы усовершенствуем, там лучше будет. Я вот спросил, а вы отвечаете за свои слова? Он говорит, да. Ну, я не то, что рекламу давать, а просто я христианин. И к нам отнеслись здесь, как будто мы давно здесь были, накормили. Мы не пошли в столовую, нам принесли, угостили все необходимое, постная пища. Ну, мы пошли в столовую, потом мы поблагодарили, нашли этих женщин. Я все отремонтирую. Значит, сегодняшний день у нас практически ушел уже. Ну, километра 300 еще можно пройти. А уже завтра, послезавтра, суббота, три дня выдай. В воскресенье на богослужение мы можем приехать, если ничего не случится. Если Господь благословит. Вот. Я не знаю, почему наша собака и некоторые люди не любят, когда снимают. Снимают, что особенно, наша машина, ничего мы нету, никакого процесса нету здесь. А просто вот, это советская отрыжка. А за рубежом, на город, там, у меня никакой нет. Снимает, не снимает, никто не смотрит. Они этого не знают даже. Один как-то приехал и карту показал из своего города. А тут говорит, что-то это секретное. Он говорит, я в Америке купил ее. Секретное. Улицы где. И какой секрет в этом? Мы верующие. Мы свидетельствуем о том, что с Богом хорошо. Да будет Богу слава в обеки духов. Аминь. 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 Сейчас вот этот, кажется, Алексей его зовут, проедет и послушает, как работает ваша газелька. Говорит, если располагаете временем, то еще пройти диагностику вот здесь. То есть это вот все, что мы снимаем, все выставляется туда. То есть поэтому мы... Присядьте на вашей газели, вы проехали от Тихого, до Атлантического океана, до Португалии. И везде мы дарим бреги, встречают люди. Мы показали, Россия жива. Некоторые говорят, что Россия не знают, а Путин знает. Газелька Путин. Почему вы стреляете? Мы находимся в Нижнем Новгороде, где производят Вазелье. Это родина нашей машины. Сегодня 2 июля 2014 года, среда. Ну, доехали до сюда, у нас не ладится тут. И Господь так сделал, что мы показали, где самый центр. Доехали. Ну, а кто знает, и телефон дали там люди. Потом вышли на главного инженера, на конструктора. Ну, помолились. Давайте, ребята, прострелайте руки. Мы помолились. Смотрим, какая-то группа людей стоят. Видно, что не рабочие. Я говорю, не к нам ли это? Я гляжу, правда, повернули, подходят к нам. А я перед этим мельтешился там, перед зданием-то. Вышел с часовой и говорит, это охранник-то. Здесь на счастье ходит, нельзя так ходить. Вон туда подальше отойдите там. А там написано пожарники. И вот сюда в центр сервисный у нас привели. Они уже заранее позвонили. Это не Барнаульский, который была там пьянь какая-то. Испортили только машину. Я им уже это говорил. Здесь они позвонили. Тут нас прямо подъезжаем. Уже люди стоят, эти мельтешники там. Встречают на этом сервисе. Ну, мы стоим, и они пригласили в столовую. Но мы не пошли. Сейчас приходит один из мельтешающих. Кто-то рабочий принес. Вот эти гороши. Мы сказали, у нас постно. Такие помидоры, что-то налито. Хлеба, я говорю, какого-то черного. Вот эти, чтобы размочить. Я люблю черный. Не, белый только. Белый да мягкий. Вот мы сейчас сидим здесь и обедаем. А тут еще куча пирожков. Сколько они посчитали, все. Того трое, того трое. Видно, что именно по троим. Вот, пожалуйста, пример. Как надо встречать клиентов. Тем более, я им подарки сделал. Высказал все претензии. Что мы претерпели, особенно в Швеции. Когда полетел этот там, что назови, как он называется? Передача что? Шестерна привода. Шестерна привода. И мы брошены, никому не нужно были. А я люблю эту машину. Просто люблю, я им сказал. И вот видите, к нам какая ответная любовь. Я Бога благодарю за все. И вдруг приносят коробку, и там хлеб мягкий, ржаной, и помидоры, три пирожки, и там попеть еще что-то. Настолько это удивительно было. Вот русские люди особенно славятся добротой. Мы проехали весь мир почти. А проехали почему? Я автор 48 книг, и мы едем в каждую библиотеку дарим. Игнать Иландович, в вашей библиотеке теперь наши певи. Это были на все вопросы отвечают. Их видели в библиотеке, даже у Кутера. Мы получили благодарность от белорусского президента Лукашенко, от других. Ну, послали вы, люди. И это очень дорого для нас, когда мы вне своего народа были, не поговорить. И вдруг такой привет мы едим, и мы говорим, ну за что, Господи, это милость Твоя. Он не нашел рабов Твоих. И через добрых людей ты нам оказал такое благодарение. Мы сидим, например, там зеленая травка, сели. Незнакомые нам люди. И все составили, как надо, пирожки, их дни праздновать. То, что мы любим, наша еда. Еда, я говорю, с любовью и дьяволом. Это Благословитель Господь. Вы пошли, с кого вы нашли, вашу праздновение дарить. Это мой листер в интернете будет. Это весь мир с нами следит, с вами не будет. Ну, вставе ужасно. Ну, а если есть поломка, то мы бы сейчас были на северах. Мы проехали вовсе сложности за три года. И в 2014 году мы были. Мы проехали, что в мусульманских республиках. И в три раза в Чечне были. Благодарность от главы Камеропольской. Мы несем миссию, веря и вели, что Христос оброженается. Что Христос оброжен, что Христос оброжен, что Христос оброжен, жизнь и жизнь, поконяй, дает жизнь вечную. И православная форта, она напоминает об этом. Люди говорят, а где вы были раньше? Бабтиз, там все такие, вовы, раздают их по домам. Ну, про скважину виноват. Патриарх, Чирилл говорит, время ушло, у нас на раскачке времени нет. Надо выходить на судьбу дороги, говорит, на звать дороги. Рану люди восстанавливают. У нас природа как христианская полотна. Мы потом уехали, мы никуда не везли, там куда попало. А сегодня, мы только дай, дай, за лубех стали, где нельзя отправиться. У нас детали одна плана, а там у нас на эвакуаторах. Это во Франции у нас по-моему была, в Свеции. Мы сейчас к дому едем уже. Только на эвакуаторах у нас потратили больше 100 тысяч рублей. Это очень дорогое удовольствие. И главное, мы нашему ежемеру, и конструктору, мы все показали. Они вышли, машину у нас уже сняли. Ну, там внимательно, такой способ. Мы хотим показать доброту людей. Мы все братья и сестр, давайте всех, кто любит. Ну, просто поделиться той радостью. Великое или дело, ну, такое-то сказать по себе. А для нас это очень любит, это внимание. Мы совершенно островы, еще у нас сухари и вода. Мы трое собаку слышим. Мы здорово-второ, как в Аверстоке. Представьте, от тех океана дошли до Афганишек поедут. И в Турцию прошли, и в Азербайджан, 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 и все это. Это, конечно, в Азербайджан. Сюда списал, включил, сейчас и картошку услышать. Да не надо было запускать. Так, главальный, едем из Ельбов, босс, 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 босс. Вы делали это дело, на котором никто сделает добро. Немножко где-то, мы были в Дагестане, а там и русские люди говорят, о, они только голову режутся так. Может быть и так, но на нас это не срабатывает. Они узнали, что мы с Алтая, мы где-то идем, а рядом магазинчик. Они в магазин, где мы делали, у нас там разные бананы, мы не едим бананы. Ну, помидоры, это наши, да, воды. Они, ну, кусок, соль, ну, такое, что-то потерпел. Не надо нам, ну, маленькая грешница. Ваш Алексей пошел, мы говорим, надейте, что у нас про хлеба, у нас собака солят. Потому что мы черстаем. Мы не хотим тягость никому быть. Понимаете, Грешник. Ну, так нет, черт, что-то, как нам сказали. Господь усмотрел, чтобы он ниже, но, дорогие, в прошлом, позапрошем гарсамке вашей библиотеки, сказали, мои книги оставались. Вот этот шапки, ну, вот этот. Ему сюда просто считалось. Там все, которые смотрят. Отсюда смотрят, ну, а там люди, какие-то слова разные. То есть как конкретно работают люди, работают как ученые, люди разные, но их никуда не не девают, никуда не высылают. Дима работает, но это изменение людей, он видящийся с одной стороны, что-то осталось живое, и все оправдали. Надо маленько за грань виденного смотреть, что завтра будет. Мы едем по разрушенным делениям, как будто бы война прошла. А мы взяли участок в землю, получили статус, уже строится деревня, где нельзя лепить, не курить, не материться, не воровать. Все верующие. Двери открыты. Это все уже у нас опечатали, фильмы сняли. Почему Христос? Мы проповедуем Христа. Вот видите, направили на стол и подыши. Мы вообще решили, это поменение любви Христа. Как Господь нас любит. С этой любовью мы поехали рассказать о любви. Много собираются, свидетельствуют, книги дают, медиатеку, и путь отправляются. Если Господь благословит, через трое суток, если отремонтируется, будем делать. Подходим на столовую.